Здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна Чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе США ее постоянные ведущие Эдуард Грумер и Геннадий Грумер а сегодня мы беседуем с экономистом социологом политологом доктором экономических наук владиславом иноземцем владислав Леонидович добрый вечер Владислав Леонидович большое вам спасибо что в это позднее для вас время вы согласились побеседовать с нами и я тогда сразу перейду к вопросам очень важным наверное и для отношений России с Америкой и вообще в отношении России как вы доктор экономических наук поэтому об экономике России знаете практически все как бы вы оценили сегодняшнее состояние экономики России хорошая средняя катастрофическая плохой как бы вот ваша оценка Ну смотрите в данном случае нужно просто когда даешь свою оценку экономики страны нужно понимать в каком там так периоде развития она находится когда ожидание людей потому что экономика в том числе это естественно субъективное явление общественное явление и я думаю что в том виде в котором мы сейчас наблюдаем российскую экономику она может быть признана достаточно хороший то есть смотрите у нас в двухтысячные годы население ожидала очень быстро экономического роста и собственно говоря она он имел место быть в связи с этим скажем так политическая верхушка пользу достаточно большой популярности авторитетом в последние годы после начала агрессии в Украине после всех пертурбации связанных с ужесточением отношений с санкциями в принципе население от экономики уже гораздо меньше и она ждет стабильность она ждет не ухудшения нынешнего положения я бы сказал что очень мало кто надеется на успешные высокие темпы роста поэтому нынешняя нынешняя российская экономика в общем соответствует ожиданиям она не разваливается от санкций она не гибнет от низких цен на нефть не есть достаточно высокая степень стабильность ее невозможно сегодня скажем так вывести в серьезный повышательный тренд а находится в состоянии когда быстро ускорено развитие невозможно но разрушение ее скажем так и коллапс о котором говорили очень многие либеральные экономисты и предупреждали и говорили западные эксперты он не состоялся и вряд ли состоится в ближайшем будущем поэтому мне кажется что на сегодняшний день это такая как бы вещь в себе которая в принципе не несет никакой угрозы режиму и в целом не имеет особой перспективы для серьезного ухудшения ситуации в сравнении сегодняшнем а то есть вы считаете что экономика россии ничего не грозит а за счет чего у нее есть резервы выживания потому что цены на нефть сейчас и даже на газ достаточно низки производства тоже как бы не наблюдается за счет чего все-таки они могут поддерживать какой-то средний уровень экономики средний я не очень понимаю что начнем является производства там все в стране более-менее работает цены на нефть и газ действительно низкие но если мы посмотрим на российский бюджет то он на этот год сверст на при цене в 42 доллара за баррель который сейчас собственно почти соответствует рыночной цене а недавно был даже выше в стране достаточно большой лидерный фонд причем мы должны понимать что в начиная где-то 2014 2015 годов была разрушена одна из фундаментальных скажем так уязвимых черт российской экономики если на спорни 90-е годы и 2000-е то фактически любые потрясения нам валютно в валютном рынке приводили к страшному скачку инфляции да то есть падение курса рубля она фактически была идентична рост внутренних цен если посмотрим 90-е годы с начала 2010-х это связка сломана мы видели что курс доллара последние там 12-15 лет более чем два с половиной раза но при всем при том цены не выросли в таких масштабах поэтому сейчас у правительства имеется огромная возможность медленно обесценивать рубль медленно обесценивание рубля обеспечивает увеличение рублевого дохода бюджета при нынешней цены нет даже при ее падении поэтому балансировка бюджета в общем то не является большой проблемой что касается внутреннего производства мы видим прекрасно сокращение импорта последние годы замыкание российской экономики в себе и в общем то то что делает путин я в данном случае совершенно не являюсь его сторонниками это вполне осознанное закрытие экономики от внешнего мира которая позволит ей еще дольше оставаться основой путинского правления поэтому еще знаете нужно понимать что сельское население не требует сегодня резкого повышения уровня жизни большинство желаний сводится к тому чтобы не росла бедность да не росла бедность не снижались реальные зарплаты реальные доходы сейчас они падают но посмотрите насколько они падают за последние там шесть-семь лет они снизились в общество же на 11 процентов в этом году они могут упасть еще процента на 4 но эти вещи после увеличения этих доходов и визитных 5-6 раз за 2000 года и не так радикально влияет на население поэтому мне кажется что если в россии случатся какие-то политические претурвации то они безусловно будут происходить в первую очередь из безумия правящей бюрократии из ее неподотчетности из полного исчезновения любых признаков власти закона и красави и коррупции которая там существует но не от сугубо экономических проблем экономика для российского режима на сегодняшний день выгодит совершенно не предметом любит спокойствую владислав леонидович эффективно где работает кабинет а михаила мишустина а как бы вы оценили его как человека и политика и как вы думаете почему именно на нем свой взгляд остановил владимир путин я не знаю его как человек политиком он не является потому что это не политика чиновник он никогда не походил никаких выборов что является свойством политического деятеля а этот приз назначенный чиновник который всю свою жизнь ходил в государственном управлении когда руководитель на области он показывал достаточно эффективную работу почему он был выбран на пост премьер-министра на мой взгляд не вызывает сомнений просто потому что тем самым путин прекрасно показал ровно то что и раньше было известно что российская экономика это не экономика роста а экономика стабильности для путина важно не то чтобы увеличилось объем производства повышались какие-то там делать порывы в технологической сфере улучшалась предпринимательский климат для путина важнее всего бюджет и раздача денег этого бюджета пенсионерам и работе государственных структур поэтому появление во главе правительства чиновников занимавшись налогами был очень разумным и логичным то есть человек поставлен этот пост для того чтобы максимально вышибать деньги из российских граждан и предприятий в условиях когда вот это бесконечный поток нефтедоров похоже заканчивается то есть он делает это и она есть то есть а можно сказать что работа его правительство является эффективной мы пока ее не до конца смотрите мы увидели на повышение налоговым доходом на высокого сока много зарабатывающих людей 13 до 15 процентов мы слышим о многих как бы его начинания с точки зрения области сферы но ввиду сегодняшнего именно в этом году случившегося спаду с эпидемии естественно сбор налогов уменьшается и в этом отношении оценить его эффективность по сравнению с прошлым годом в принципе невозможно мы посмотрим это относительно этого позже до результаты работы но так или иначе я просто хочу сказать еще раз что для меня лично что она очевидно выглядит направление развития это то что население это податное сословие с него нужно собирать деньги с бизнеса тоже нужно собирать деньги в этом есть суть ближайшей экономической политики на несколько лет как вы видите развитие ситуации в хабаровске вот уже два месяца проходят протесты и значит как бы не идет никакой развития ситуации никуда не идет то есть власть не реагирует на эти протесты а народ не видит значит чтобы как-то что-то улучшалось и еще такой дополнительный вопрос почему хабаровск не поддерживают другие регионы почему хабаровск так одинок в своем протесте в общем что касается хабаровска то данном случае на мой взгляд ситуация которая там имела место это некий протест против первую очередь скажем так севасте москвы в формально федеративном государстве сибири дальний восток это территории которые исторически являлись российскими колониями а и каковыми являются отношение к ним вполне колониальная то есть в общем относительно того что вы здесь живете только для того чтобы управлять российский бюджет и стеречь российские границы плюс к этому должны понимать что протестное движение которое было сильно их хабаровске и иркутске мы видели там победы коммунистических кандидатов и фракасии в целом дальнем востоке она обусловлена на мой взгляд тем что люди в этом регионе видят что такое развитие например ближайшие территории китая и южной кореи то есть когда вы живете на одном берегу большой реки и вас 20 лет только рассказывают приезжающие из москвы чинуши относительно того как много не выделили вам денег а на другой стороне реки за это время происходит переход фактически к дальному обществу к современной постиндустриальной цивилизации это вы понимаете что вы идете куда-то не туда и поэтому протестная активность в дальневосточной регионе навсегда будет повышена и и склонность к ней что касается еще раз хабаровска почему не поддерживают ну во первых мы прекрасно понимаем что фургал показался как достаточно популярный в чем-то популистский лидер чего большинство назначенных из москвы губернатора все позволить не могут в этом отношении этот случай довольно уникальный и люди там поняли насколько скажет так нарушена их надежды и там неправда ли пехолюда не связаны с губернатором и в данном случае шаги москвы очень популярны в остальных регионах я честно гонить дабы повторения такого рода сценария что касается поддержки то вы знаете мне кажется что структура солидарность в российском обществе нарушена полностью и в этом отношении вопрос о поддержке там 1 и он другими регионами ну честно говоря вообще бы так не ставил потому что очень мало каких-то объединяющих элементов которые могут связать региональные повестки дня друг с другом с тем чтобы вызвать такой общественный такой общественный ответ а как вы считаете вообще грозит ли россии сепаратизм на примере того же хабаровска до него столько этого нету да я не хорошо тогда такой вопрос а насколько серьезен отток капитала из россии в это чувствуете ли вы вот этот вот вот эту проблему российскую или принципе этого нету или это в статистической погрешки понимаете здесь смотрите нужно рассматривать эту проблему именно с точки зрения экономической то есть в чем она состоит а то капитал из россии растет если мы посмотрим допустим на цифры не отдельных лет они очень сильно скачут до зависимости от политической ситуации конвенктуры но если возьмем допустим а цифры обобщенные по пятилеткам и даже тем как говорит экономисту сглаженные показатели допустим первой плане 2000 года второй половины там едины 2010 то мы увидим во первых что он растет даже в долгом исчислении но за если надо понимать что российскую экономику вкладываются рубли и если рубль стоит 23 до 223 году сейчас он стоит уже 76 и соответственно мы прекрасно понимаешь что в рублевом эквиваленте отток капитала растет в разы быстрее чем в тех валютных цифрах которые обычно фигурируют статистики но с другой стороны и это конечно проблема потому что естественно без инвестиций об этом говорят все включая правительство экономика не может развиваться успешно но с другой стороны есть еще один вопрос понимаете отток капитала отражает не просто желание убежать за границу она отражает вполне объективно реально связано с тем что в россии сейчас очевидный избыток инвестиционных возможностей то есть инвестиционных ресурсов то есть по сути дела в банках сегодня очень много денег россии сегодня занимает за границей российские банки сегодня не занимают иностранных инвестиционных фондов и банков не размещает своих евро бандов день в россии очень много возвращается в том куда идти потому что реально сегодня нет проектов которые могут приносить успешно достаточно высокую прибыль а и быть гарантированными от рейдовства силовых органов поэтому данном случае в россии проблемы не с тем что мало капитала автор в том что некуда девать и поэтому его отток с точки зрения глобальной экономики это абсолютно логичное поведение инвесторов которые просто указывают на то что россия это страна инвестиционно не был получен а уходит он просто в кубышку или уходит он и офшор на счетах в гримских островах дело вторично вот замлены как вы считаете что все-таки произошло с алексеем навальным почему он был все-таки отравлен для чего это как власть говорит российская нам это не выгодно но очевидны факты и какое развитие ситуации с навальным в ближайшее время смотрите еще когда случилась трагедии в первый же день я был на эхе москвы в эфире сказал что я не сомневаюсь то что было отравлен потому что не только клиническая картина подтверждает эту гипотезу но и все поведение российской власти последние годы поэтому сегодня это получил подтверждение недавно я абсолютно убежден в том что действительно речь идет о той же серии преступлений которая была начата в лондоне с господами скрипалями в господин геприо я думаю в других местах которых просто не очень что знаем для чего это было сделано это просто хороший я не могу не ответить потому что вы знаете вот вы задали этот момент определили что власть это не выгодно дело в том что это они так утверждают власть сегодня делает такие поступки которые в принципе вызывают серьезные сомнения в том что оперирует системе рациональных категорий все что она делать 14 года россии не выгодно есть самой не выгодно многим значительным частям это элиты тоже не выгодно поэтому мне кажется что сегодня во главе российской федерации стоит люди которые не мыслят рационально они мысли в категории эмоций обид доказательств собственной самозначимости и каких-то других скажем так целеполаганий которых в общем то должны заниматься психиатры поэтому говорить о том что если это невыгодно то они могли это сделать нет скорее всего что если это невыгодно так как это они сделали потому что слова выгода для них сегодня фактически не существует а мог ли владимир путин отдать приказ об отравлении алексея навального или все-таки кто-то побежал впереди паровоза мог конечно мог то есть понимаете как почему такой вопрос владимир путин бывший разведчик удачный неудачный но он служил в органах и все и мы многие люди думали что поступки его должны быть в каком-то смысле логичны но вот вы сейчас подтвердили что все что они делают это какая-то сплошная логичность то есть вы тоже также видите правильно то есть да конечно это естественно если вы говорите относительно того что путин служил в органах в отношении должен быть и логичный человек посадить его складу момента первый заключает то есть опять-таки давайте вернемся через психологии первый заключается в том что путин не слишком много достиг скажем мягко своей службы поэтому даже если предположить что люди в контрразведке кгб я его служу внешней разведки действительно отличались серьезными способностями и серьезные возможности программологические действия то я думаю все таки что советские на кадровый отбор шоу более успешно чем сайт чем российский этот факт что путь далеко не продвинулся в общем-то показывает то что видимо его способности были не самыми выдающимися трасс второй момент заключается следующим что все таки больше конечно влияние на него оказала скорее всего его деятельность 90-е годы чем его работу советские имена деятельность 90-е годы было деятельности в принципе у криминальной и поэтому как бы в данном части мира логика была в гораздо меньшей почете чем идея собственного достоинства потом когда потом сделал и так далее так далее да и идея отмщения затеяли на и неудачи она тоже была очень сильно и последний момент когда хочу заметить он понимаете кучается в том что смотрите вот своим всем и штатах вот такой президент джордж буш младший который начал войну в ираке да и в общем-то который оказалось не такой слишком успешно для американской экономики политики и на самом деле смотрите какая элита пришла вместе с администрации буш младшего это были люди которые начали свою карьеру в 70-е годы когда америка впервые поражение в вьетнаме продал потом они были выброшены из власти после отставки никсона затем они вернулись обратно имена буша старшего после рейгана этот этап их карьеры был сломан поражением буша старшего после войны в заливе когда казалось бы америка была на высшем этапе моменте своего господства и вот когда они вернулись с буша младшим понятное дело что они обязательно добили бы ирак потому что будет незакончено предприятие они обязательно пытались установить военное доминирование америки которая не было установлено не семьдесят этим году в вьетнаме не в девяносто первом году заливе вот путинская команда она очень похожа на это она несколько раз было выбрасываем на обочину жизни это было после распада советского союза когда все эти люди как обстоят ненужные новой системе оказались развоз неизвестно где это было во имена после поражения собчака на выбор 96 года от яковлева когда опять-таки все путинские друзья были выкинуты из власти и когда они вновь собрались москве 2000-е годы понятно было что никогда это власть не дадут никто из них никогда не избирал демократически это отношение было глупо ждать не какой-то приверженности демократии законности это был именно такой сгусток людей которые сплотились ради того чтобы больше никогда не терять свои шанса поэтому естественно говорить о том что он когда-то уйдет какой-то будет транзит что он обращает внимание на что-то кроме своих личных интересов был абсолютно глупо а вот слов леонидович недавно владимир путин дал интервью сергею брилёву сидя в кресле многие обратили внимание на его такое как бы будем не здоровый вид может можно сказать нездоровый вид но не самоуверенный вид а я понимаю что вы не доктор и не вправе оценивать его с точки зрения как бы медицины медицины да но с точки зрения психологии эти вы видели это интервью как бы спасибо тогда вы считаете что путин навсегда да то есть он останется у власти не не имеет значения чтобы не происходило я не увидел что путин не то что навсегда но путин не сможет идти из этой власти добровольно вот что я имею ввиду чтобы не происходило это слишком сильная формулировка каддафи тоже что что навсегда но оказалось что нет поэтому путину власти он никогда не уйдет из этой власти добровольно владислав леонидович мы сейчас отвлекемся на рекламную паузу вы пожалуйста не отключайтесь и мы а через пару минут продолжим мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго и мы ее постоянные ведущие эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем а с экономистом политологом социологом доктором экономических наук владислав иноземцем владислав леонидович продолжаем а самая насущая политическая тема я думаю наверное в мире эта ситуация в беларуси наверно с этим никто спорить не будет как бы вы оценили то что происходит сегодня а на сегодняшний день и если у белорусской оппозиции возможность прийти так или иначе к власти перспективы ну слушайте я думаю здесь мы сойдемся в том что то что происходит сегодня это выпьющее нарушение прав человека и право белорусского народа свободно выбрать своих руководителей мало кто сомневается что выборы были тотально фальсифицированы мы прекрасно видим полное отсутствие какой-либо общественной поддержки бывшего президента лукашенко и в этом отношении конечно сейчас ситуация достаточно сложная в общем-то патруя потому что с одной стороны мирно лукашенко как мы сейчас понимаем уйти не может из власти у европы и запада в целом нет ни возможности ни желания откровенно говоря его оттуда изгнать у россии в общем-то есть желание сохранить нынешний режим белоруссии но возможно тоже не беспредельно потому что а это не ситуация в крыму где действительно большое количество людей за пропагандой или по собственной глупости стремились поддержать путинское руководство и войти в состав россии белоруссии не хочет россии население и прекрасно понимает что россии на сегодняшний союзник лукашенко в этом отношении люди больше выступают за суверенитет республики чем сам руководитель нынешний поэтому как бы никакая идея интервенции которые сейчас на западе очень часто мусил лица мне кажется невозможно такой ситуации я думаю что нынешнее положение останется с нами надолго то есть протесты в минске и в больших белорусских годах не утихнут лукашенко со своего поста сейчас не уйдет поэтому мы будем видеть весьма пожарку осенью белоруссии которые закончатся значительно имея очень вероятно экономическим коллапсом но шансы лукашенко сохранить власти и даже усидеть до 22 года как он сегодня заявил связи с якобы его намерением изменить конституцию пройти но выбор они минимальны то есть он закончил свою карьеру как водитель белоруссии я не уверен что именно эта оппозиция придет к власти в ближайшей перспективе но так или иначе у кого-то белоруссии сменится я думаю до конца года как вы считаете в чем все таки просчитался лукашенко некоторые говорят что он написал не те проценты или все-таки изменилось социально-политическое положение внутри страны взгляд общества на власть на самом деле лукашенко просчитался во многом как и путин он окружен свои комарилии которые на самом деле полностью искажает представление о реальности в глазах лидера и позволяет его жить в каком-то мире который не соответствует происходящему вокруг лукашенко был абсолютно убежден в том что народ безмолвен он был абсолютно убежден в том что его действительно какой-то меня любит он я думаю прекрасно в абсолютно что может быть и не получится 50 процентов но это точно не три процента хотя в общем то я тоже не должен быть три процента на я думаю что реально у него поддержка потом 15 и естественно был убежден в том что народ это такое буду которое можно кого загнать фунт обратно в стоило там будет дальше стать еще шесть лет или пять то есть в чем ошибка лукашенко на самом деле мне кажется что в последние годы на постсоветском пространстве начались определенные события которые нужно было брать во внимание это были и события в украине в четырнадцатом году это были события в армении 2018 году в этой ситуации ответом идеальным ответом на них в какой-то мере были события в казахстане в прошлом году когда на президент назарбаев безусловно и глава и лидер нации который собственно создал эту страну после обретения независимого насти он так иначе отошел от власти то что мы сегодня в казахстане является примером постепенного дальнейшего отхода семина добавила вот контролирующих рычагов казахстанской власти вот в этом отношении конечно лукашенко был у него очень много опции он мог сделать нечто похожее назначив относительно лаи ханта приемлемо и для народа и для себя преемника он мог я бы сказал очень эффектно выйти из игры например в конце прошлого года когда действительно был очень сильный прессинг со стороны россии с точки зрения объединения и в данном случае если вы в этой ситуации лукашенко в контакт ушел от власти именно якобы под давлением россии как защитник белорусского суверенитета посещено ступил его какая-то серьезная интеграционная нажим со стороны россии он остался бы в истории как в общем-то боец за независимость республики наверно ушел бы очень хорошо плюс к тому естественно уже отметили что нарисованные цифры были абсолютно неадекватными то есть если бы он допустил сонга написать там 42 процента тихановского 55 себе я думаю что протесты были бы на не такого масштаба и по крайней мере тогда можно было бы о чем-то договариваться опять смотрите мы помним прекрасно что даже некоторые абсолютные диктаторы и потом крайне уважаемых выдающихся демократа роберт и муга бы это пришли к пониманию того что проще назначить лидера оппозиции премьер-министром и продолжить свое управление может быть чуть менее мягкой форме чем просто оказаться жертв народных волнений но укашин оказался тупее муга бы и отказался от любых возможностей компромисса собственно это его и губит а будет ли продолжать россия спонсировать экономику белоруссии или для россии это будет довольно тяжело будет у нее нет никаких других вариантов но я думаю что ситуация изменится с точки зрения подходов к этому спонсированию то есть смотрите на протяжении никто не знает точный объем этого спонсорста но так или иначе они колеблются от 5 до 8 или 9 миллиардов долларов в год она уже попыталась уменьшить объемы этих дотаций начиная с этого года переходя на так называемый налоговый маневр на новую систему налогообложения среди их отраслей в принципе это уменьшит спонсирование но естественно вот эти потрясения они безусловно снова вернутся поездку дня вопрос о том что россии нужно давать как можно больше денег мы за последние две недели увидели просьбы белорусского правительства на рефинансирование кредитов в сумме 1,6 миллиарда долларов то есть фактически это предупреждение того что назад вы их ребята не получите и это как бы очередная цена вот этой большой мужской дружбы путина и лукашенко но я думаю что сейчас акценты будут меняться потому что беларусь на протяжении многих лет оставалась в общем-то персональной волчиной лукашенко в стране не было серьезных реализации губных предприятий те активы которые были проданы в том числе российским инвесторам были проданы очень за очень дорого и уж неправдно дорого мы помним продажам для трансгаза газпрома в 2007 году и 2011 году двумя партнерам 50 процентов за которые газпром выложил 5 миллиардов долларов чего безусловно не стоил и после этого фактически никаких успешных случаев приватизации российские места им активы в беларуси не было было провалено сделай камаза и маза на были очень серьезные конфликты между алкалием и белорусской калины компании то есть там как бы это отдельная большая тема но я думаю что сейчас лукашенко будет вынужден начать в качестве компенсации нормально хорошего отношения путина к себе выдавать российским инвесторам скорее всего госкомпаниям есть много претендентов есть и господин гуцериев всего в общем полубанкротной компании софмар есть по ним азипин белорусский по происхождение предприниматель всего тоже полубанкротной компании вархим есть господин гриф руководитель сбербанка кредиторы обоих компаний и многие другие госкомпании которые будут заинтересованы в том чтобы получать белорусские активы по достаточно низким ценам в обмен на продолжающую поддержку поэтому мы увидим ровно то что мы видели во многих других случаев когда государство покрывает убытки насчет невозвращенных видов а частные инвесторы получают раком и куски белорусской собственно владислав леонидович если представить ну фантастику такую да то есть давайте просто представим если а лукашенко уходит россия прекращает спонсирование белорусской экономикам экономики а если у белоруссии как у государства а возможность выжить а может ли экономика белоруссии конкурировать допустим с европой и выгодно ли будет белоруссия для евро для европы как экономический партнер смотрите конечно ничего с экономикой страшного не произойдет безусловно падение жизни случится потому что дотация не будет но мы должны понимать очень важными никто не считал конкретно насколько российской энергетической дотации доходы до русских потребителей или она остается вашего господина лукашенко что тоже по невероятно поэтому по большому счету я не видела расчета где бы можно было четко говорить о том насколько потеряет каждый конкретный берут и средний берут в случае прекращения камень сотрудничеств россии специализация белоруссии была переработка нефти и поставка ее в европейские страны на этот вот маржа которые они получали на покупке нефти по российским ценам и и поставки дальше по международным было значительной значительным элементами дохода нет конечно можно покупать только россии она будет дороже то есть собственной потребности из пункта цены белоруссии на энергоносители и на бензин и дизель и прочее не маленькие то есть данном случае здесь нет никакой синтеза ценности что касается остального я думаю что доходы бюджета могут быть увеличены во-первых за счет сокращения безумных трат госпредприятий которые оплачивали все включая дачу лукашенко барашки 20 миллионов долларов и соответственно счет этого бюджет может быть наполнен с другой стороны я думаю что беларуси в случае с она начнет движение на запад не будет больших проблем пущий плен экономическую помощь не будем забывать что украина с времен 14 года получила фактически дотации из разнородно международных структур больше на 5 миллиардов долларов а белорусская экономика много меньше украинской и плюс к тому конечно я думаю что беларуси в отличие от украины это не графическая страна в ныне территории очень много крупных предприятий которых я живу и выше да многие из них работают на международном уровне тоже беру искать крупнейший поставщик алинах удобрений на рынке европы поэтому я думаю что ни в коем случае не приватизируйте предприятие по рецептам утра билов но даже если условно говоря белорусское руководство пригласить серьезно международных специалистов в качестве наемных менеджер хотя компании если она создаст нормальный фондовый рынок выведет на и пио хотя бы там 25 30 процентов акций крупнейших корпораций я думаю что средства получены а вот это не приватизация карта к просто частичного государствения я категорически против того что галузь была распродана как бы авторами расход на россии 90-е годы даже этого на мой взгляд хватит для балансировки бюджета как минимум на пять-шесть лет поэтому ситуация беларуси не такая страшная не надо говорить о том что это нищая республика которая сходи лукашенко вот только может поднять и так далее нет наоборот сегодня лукашенко может это курами нормально рыночная экономика и сотрудничество петельцами вполне могут способствовать улучшение беларусской ситуации более того прекрасно знаем что далось является местом которым регистрированы и работают очень крупные информационные компании функционных технологий естественно сейчас они уйдут если режим ужесточится в пользу россии потому что россия это красник крупнейшие в мире думаю информационный пират и страна в которой не существует никаких нормальных законов в охране частных данных и в целом о охране интернет пространства если посмотрите на даже интернет адреса банальный адреса кремлин руда путинской администрации там фсб ругар метров про зайдите посмотрите вы видите что они лишены ссср сертификатов элементарных элементов безопасности просто потому что они отозваны виду того что россия осуществляет абсолютно пиратскую политику здесь закон яровой по банальному воровству данных из глобальной сети поэтому никакая перспектива беларуси как информационной экономики не может существовать в рамках интеграции с российской федерацией если же этого это угроза будет устранена то я думаю конечно что верусь есть вполне нормальные возможности для развития эта страна европейская это страна европейской культуры теста нас очень работящим достойным народом который конечно в общем-то ошибочный выбор такого идиота но любом случае я абсолютно никаких проблем для беларуси в будущем как вы считаете вот президент лукашенко пока президент лукашенко едет 14 числа в москву для беседы с владимира путиным владимир путин считается собирателем русских земель как вы видите будет ли подписан аншлюз так называемый аншлюз давайте будем говорить дипломатическим дипломатическим языком беларуси и нужно ли это россии понимаете я думаю подписан он не будет очень я думаю что подписан не будет вас а потому что политически для лукашенко подписание такого документа означает полный деликимизация когда он рассказывает скажем интервью что он спасать беларусь без него это республика погибнет и так далее вдруг он подписан документов прекращение сувенидет это невозможно раз повторить такого рода действия она требует референдума в беларуси даже по нынешней закону конституции который невозможен с точки зрения победы на него лукашенко идеи интеграции поэтому данном случае если лукашенко уже подписан будет продавать то чтобы не принадлежит и путин прекрасно понимает что есть возможность как бы то есть есть границы полномочий договорились субъекта и как раз идея аншлюза выходит далеко за пределы полномочий возможности лукашенко что касается россии то еще раз говорю мы вернемся к вопросу о том насколько рациональное поведение хозяев кремля но не рационально но даже в этой ситуации мне кажется что там понимают что на сегодняшний день объединение с республикой из территории которая а во первых не считает себя частью россии и белорусы не считают себя русскими в случае с тем же самым крымом было прекрасное понимание что мне технически русский говоришь на русском языке имеющий русскую идентичности считавшие себя по ошибке перед на состав украины отчасти это было справедливое отношение донецк и луганск в беларуси такой ситуации никогда не было и нет это люди говорящие по-русски но при всем при том они ощущают себя отдельные нации они очень тесно связаны с европейцами на самом деле существует огромное количество выданных вис существует огромное количество решений на работу белорусы давно не ездят россии на заработки они ездят в польшу венгрию в чехию в восточный регион германии прибалтику и в этом отношении условно говоря если завтра теряете белорусский паспорт и получаете российский то в отличие от крымчан вы получаете только проблемы и никаких выгод на самом деле поэтому даже пенсии в беларуси выше в россии и в целом ситуация там отнюдь не такая которая может вызывать у граждан желание влиться в российской федерации знаете когда мы про шлюз мы вспоминаем естественно 38 год и австрии и в данном случае я просто хочу сказать что действительно белоруссия на этапстве отношения российской федерации потому что эта страна в которой гарантить на астана отчасти русской культуры в ней говорят по-русски тоже глас ты говорят по-немецки но собственно говоря мы прекрасно видели на протяжении второй половины двадцатого века насколько успешно было сосуществование двух государств и говорят предмет европе насколько неудачного опыта шустрид с восьмого года вот я думаю что белоруссия и россия в отношении абсолютно повторяет австрии и германия то есть дружба двух народов говорящих на одном языке живущие в одной культурной традиции с общей культурной интеллектуальной средой это прекрасно а попытка поглотить одно государство другим это катастрофа автор слава леонидович а если вообще за что похвалить александра лукашенко все-таки 26 лет он у власти вот вы как человек могли бы его за что-то похвалить как политика как президента или ну смотрите нет как политикой президента хвалить его невозможно потому что самого начала своего приходу к власти он изменили русские законы фактически их уничтожив он замешан безусловно ряде политических убийств поэтому хвалить убийцу на мой взгляд абсолютно аморально с точки зрения экономики в эти я бы сказал так он сделал одну может быть полезную вещь но полезностью мы увидим и сейчас а позже фактически когда россия скажем так осуществил вот эту приватизацию 90-х годов по дозунгу там невозвращение коммунистов и тогда про я очень несправедливый отъем собственности у на общенародной передачи и отдельным случайно отробленным лицам вот тогда уж этого не было и на самом деле если сейчас произойдет переход в белоруссии в по европе начнется его движение по европейскому пути развития то вот тот те сохраненные активы которые существовали имелись имеется беру все они наверное будут большим позитивом большим плюсом в той скажем так корзине собственности и возможности которые появятся но собственно это все то есть единственным плюсом экономической политики лукашенко является создание ну как бы отказ от пути полиграфизации которые существовали в россии до путина а украины существует до сих пор вот этого там нет и это облегчит экономические формы но как политика я думаю что это одно из редких воплощений зла которые на мой взгляд хвалить не пройдется язык как вы считаете почему все таки евросоюз провел все таки такую достаточно мягкая реакция на события в белоруссии в отличие кстати от событий ну и америка тоже украине и америка тоже почему такая мягкая для нас кстати непонятная реакция на достаточно демократические протесты меня тоже достаточно понятно я не знаю но это в общем то конечно не говорит хорошо они его пене в америке потому что это показывает одну печальную явление то есть она случается в том что и америка и европы перестали быть защитниками демократии стали защитниками собственных интересов то есть если в украине начинается как быть на самом деле реакция на поглощение крыма была умеренной до отдельные персональные санкции против российского руководства никого особо не затронули и не и так сказать не при каком-то катастрофе до более серьезные санкции были в ответ на события на донбассе но данном случае мы видели реальную агрессию одного государства и другого государства и грозы международного мира вот мне кажется что и европа и америка ответит очень жестко если там по российской дивизии перед русскую границу но до этого как бы при соблюдении неких внешних приличий проблема демократии прав человека волнует их мало выставлен они да вещь возвращаясь к россии а сегодня в россии существует мода на религию а в большей степени на православие мы это видим это даже не секрет а вы я вот открою большой секрет для наших радиослушателей являетесь убежденным атеистом можно ли сказать что вы не современный человек нет наоборот мне кажется не современные люди и религиозные люди потому что все таки мы видели что вся основная линия развития европейской цивилизации последние там триста четыреста лет было такое относительно охлаждение и безусловно какие-то моральные нормы которые христианство проповедовано 2000 лет они безусловно важны но по большому счету это является скажем так довольно естественно для любого современного человека придерживаться тех норм которые изложены в заповедях и для этого не нужно быть религиозным человеком и не делает человека несовременным но она если она связана с политикой это связано с какими-то идентичностными моментами она конечно мозга отрицательно в том плане что религия должна быть честным делом каждого и говорить о том допустим что там россии существует православная цивилизация вот это на мой взгляд абсолютно несовременно это могло быть там несколько сотен лет назад когда не гражданственность не этические моменты не отношение к правам и свободам а именно отношение к религии определяла как национальная идентичность это происходило мы помним прекрасно висфальские договора когда правитель устанавливал собственную религию но это было четыреста лет назад вот до того времени действительно гуринот и элекатолик православные или мусульманин было фундаментальным моментом определявшим твое положение политической и социальной системе координат если мы пытаемся вернуться к этому миру мы идем назад вы сами как вы считаете почему все-таки на постсоветском пространстве а и владимир путин и александр лукашенко и лидер казахстана бывший лидер на салтана забавь почему они приходя к власти практически как демократические лидеры ну во всяком случае не так на фоне демократических протестов ну и как демократические лидеры становились все таки диктаторами приведя страны к авторитаризму но вы знаете я думаю что это естественное состояние вещей потому что посмотрите я думаю что исключение является противоположное то есть либо страна должна быть воспитана в долго демократической традиции и народ должен понимать собственные собственные права и возможности и удерживать лидеров от узурпации власти собственно это единственный шанс для того чтобы эта система чтобы власть была отменяемой прекрасно видели то же самое что происходило в европе в 30-40-е годы когда фашистские лидеры а я считаю что режимы подобные путинскому лукашенко абсолютно фашистские третарные лидеры я имею ввиду не гитлеровский нацизм я имею ввиду фашизм ля муссолини я бы написал много раз и в россии за границей что по риторике по скажем так самоидентификации по отношению к массам в отношении к экономике это абсолютно фашистские режима и данном случае мы просто видим повторение европейской истории с интервалом в 40-60 лет который просто показывает что гражданское общество эти страны не готовы для того чтобы жестко так сказать давать отпор авторитарным лидером в россии есть специфика в отличие допустим от белоруссии или казахстана она заключается все-таки в том что россия эта страна которая изначально исторически по сути своей империи национальное государство она создавалась как империя московия завоевала территории вплоть до тихого океана еще даже не будет саним государством не объединившись с другими центрами бывшей руси как новгородом и киевом фактически россия стала россия как она появилась в середине 17 века это была московская империя затем эта империя захватила другие территории от украины польши финляндии до кавказа и средней азии стала империей в квадрате матрешной империи империи создавший новый пи у нее нет сейчас не понятие пиефирии не понятие метрополии это делает ее очень опасливой и боящийся всего страной то есть допустим британией или франция могла потерять свои заморские колонии остаться британией франции теряясь свои колонии россии переставить кого а сегодня это с московией об этом писал много раз и собственно говоря называться россии а быть московией это огромный дискомфорт для российских лидеров поэтому отсюда мы хотим и крым отсюда мы хотим северную область казахстана отсюда мы смотрим и беларусь и так далее потому что мы точнее мы до товарищ который сейчас по исторической ошибке находится в кремле они считают что они правят россии но они и не правят россии не существует в том виде в каком набора это московская империя которая претендует на больше на то чем она не является она сейчас находится в границах серии на 17 века разве понимать выставки последний вопрос к сожалению наша передача заканчивается буквально пару секунд а 3 ноября в америке состоятся выборы на ваш взгляд у кого из кандидатов я имею ввиду президента трампа и лидера демократов байдена есть шансы выиграть эти выборы я думаю что на сегодняшний приблизительно равны мне кажется что да на самом деле я думаю что выбор будут настолько скажем так как контакты до близки малопредсказуемого настолько близко будете кандидаты что мы увидим приблизительно ситуацию в которой несколько штатов решат исход выборов и пока и предсказать невозможно но реально все будет зависеть от очных дебатов байдена и трампа будет зависеть ситуация в калибре штат и будет зависеть от того насколько та и другая страна сделает много таких досадных ошибок которые пока они делают обе страны довольно много поэтому предсказать сейчас сложно выставлене дач огромное вам спасибо за это интервью а мы надеемся что мы еще с вами поговорим желаем вам самое главное здоровье берегите себя и всего самого наилучшего спасибо еще раз вам тоже большое спасибо спасибо